Долгий ежегодный марафон под названием первенство города по мини-футболу среди команд школ в рамках общероссийского проекта «Минифутбол в школу» приблизился к решающей стадии. В первом этапе приняли участие команды 26 школ, а это более 600 юных футболистов. Первый этап у нас проходит внутришкольный, то есть участвуют команды сборные классов, первые и вторые. Ну мы берем первые и вторые классы, так как эти классы практически в никаких соревнованиях не задействованы. В третий финальный этап пробились 8 лучших команд, разбитых на две подгруппы. Первые игры прошли сразу на четырех площадках. Разгромив соперников с сухим счетом, команда 37 школы сделала весомую заявку на итоговую победу, хотя еще есть в чем прибавить. Ну в скоростях, наверное, так. Поточнее бить по воротам, точнее. Соревнования превращаются и в соперничество тренеров, ведь за каждым закреплена своя школа. Футбол для этих мальчишек уже стал любимым видом спорта, тем более когда играешь уже давно. Ну я пришел в футбол, мне, и когда я пришел в садик, мне нравилась игра в футбол, но я решил, вдруг в школе есть точно такая же секция, но я решил, меня пригласили, я решил тоже поиграть. 16 мая на этом же газоне дюш номер 3 определятся победители-призеры первенства, но сладкие подарки гарантированы абсолютно всем. Андрей Жиляев и Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.